Проекты Югры вышли в финал всероссийского конкурса «Проф.АйТи». В этом году по всем номинациям поступили 345 разработок из 53 регионов страны. Югра вошла в тройку лидеров по числу проектов-финалистов. Так, в номинации образования округ представляет цифровую систему организации питания в школах. Родители через электронный дневник могут оплачивать завтраки, следить за состоянием счета и даже выбирать меню. В номинации управления транспортом и дорожным хозяйством члены жюри отметили проект «Хантамансийска. Умная остановка». Жители уже успели оценить обогреваемые помещения с видеонаблюдением, где можно отслеживать время прибытия своего автобуса, заряжать телефоны, знакомиться с туристическими сервисами города. Еще одним финалистом конкурса стала информационная система «Мониторинг наркоситуации в Югре», аналога которой нет в стране. Всем финалистам, а их 50, предстоит очная защита в начале октября в Санкт-Петербурге. В Югре участники автопробега «Правомобиль» бесплатно проконсультируют жителей отдаленных поселений. Именно сегодня в округе пройдет эта просветительская акция. Ее организатором выступила нотариальная палата Югры. Нотариусы, адвокаты и представители прокуратуры посетят труднодоступные населенные пункты, где, как правило, нет квалифицированной юридической помощи. Запланировано три маршрута автопробега по Сургутскому, Нижневартовскому и Ханты-Мансийскому районам. С графиком приема можно ознакомиться на сайте окружной нотариальной палаты. В пожарные подразделения Центроспас Югории поступит новая техника. Это автоцистерны «Урал АЦ-640». Они уже зарекомендовали себя как надежные машины для тушения вне зависимости от географических и климатических особенностей местности. Техника предназначена для доставки в зону происшествия не только до 6 тонн тушащего вещества и 360 литров пенообразователя, но и боевого расчета до 6 человек. Мощный двигатель насоса позволяет значительно увеличить количество подаваемой воды. Его производительность составляет 40 литров в секунду, что создает мощный напор. В ближайшее время машина отправится в Ханты-Мансийский, Октябрьский и Березовский районы. В Югре подготовили новых добровольцев в сфере адаптивного спорта. Это порядка 60 волонтеров из Сургута, Югорска, Нягани и Нижневартовска. В течение двух дней участники через тренинги, мастер-классы, инклюзивные игры погружались в мир людей с инвалидностью, испытывали трудности, с которыми те сталкиваются в жизни. К примеру, требовалось выполнить задания с повязкой на глазах. Также добровольцы учились этике и правилам взаимодействия, в том числе с людьми с расстройствами аутистического спектра. Модераторами мероприятия выступили члены клуба «Респект». Опытные волонтеры помогали освоиться и поддерживали практическими советами. Все участники обучения получили сертификаты о специальной подготовке. В Югре пройдет окружное первенство по автомногоборью. Уже начался прием заявок. Их ждут от девушек и юношей, занимающихся в автомобильных школах, секциях, образовательных организациях. Словом, участниками станут порядка 100 человек от 12 до 17 лет. Все они должны знать правила дорожного движения, управлять транспортом категории «Б» на закрытых площадках, а также знать, как оказывается первая помощь пострадавшим в ДТП. Всего первенство включает пять этапов – от фигурного вождения до нестандартного скоростного маневрирования. И обязательно все участники должны уметь менять колеса. Победители регионального первенства представят округ на всероссийских соревнованиях. А пока заявки принимаются до 7 октября.